И снова здравствуйте, с вами Дэв. Сегодня у нас небольшое экспериментальное видео. Сейчас идет второй сериал от Marvel, и это, разумеется, Сокол и Зимний Солдат. В нем появляется очень много интересных персонажей, которых мы раньше не видели на большом экране. Однако все они из комиксов, и у них есть своя история. Marvel взял очень интересную стратегию. Они берут своих старых персонажей, о которых толком нет информации, но есть большой простор, чтобы развернуться, не испортив их происхождение. И один из таких персонажей это некий торговец силой. На момент выпуска этого видео в сериале он пока не появился. Однако мы точно знаем, что он стоит за сывороткой суперсолдата, которую украли у него, некие разрушители флагов. В связи с чем он начал охоту за ними? Так кто такой торговец силой? Настоящее имя – Кертис Джексон. Персонаж был создан в 1978 году и появился первый раз на страницах комикса Machine Man под номером 7. Персонажа создавали во времена, когда логики в комиксах было мало, и авторы не задумывались, что все то, что они сейчас создают, перерастет в гигантскую мультимиллионную индустрию. Тогда же был создан и Кертис. Он был членом некой криминальной организации под названием Корпорация. Просто Корпорация. Я же говорю, что авторы в те годы не парились. Корпорация была чем-то вроде Империи Злодеев. Злодеев недели, как их называют. Некое безликое зло, которое злое, потому что злое, и появляется лишь для того, чтобы герой его победил. Так вот, Кертис решил пойти своей дорогой, отделившись от Корпорации и заручившись поддержкой безумного ученого Карла Малуса, с которым вы можете быть знакомы по сериалу Джессика Джонс. И мы касались его в биографическом видеокарнаше. Но оставим это в стороне. Так вот, Кертис взял себе прозвище Пауэр Брокер, Торговец Силой. И использовал свои связи и влияние, чтобы обманом призывать людей подписать с ним контракт. Или же попросту похищал их и заставлял. Так вот, по результату контракта, человек мог получить суперсилу, которая как раз становилась чем-то новым для народа. Ну это как раз заря комиксов, и авторы создают героев пачками. Все хотят быть суперсильными. Чем не сюжет для комикса, на основе которого это все происходит? Итак, мы узнали, что Кертис Джексон и есть Торговец Силой. И он может делать супергероев. Но какой ценой? Дело в том, как мы уже и говорили, что доктор, который стоит за всеми исследованиями, Карл Маус, безумен. Он, естественно, карикатурный злой доктор. Разумеется, это же комиксы. И для него все эти люди скорее подопытные, нежели клиенты, перед которыми есть некие обязательства. Таким образом, лишь половина из этих подопытных переживала процедуру прививания суперсилы. А большая часть из тех, кто выжил, превращались в безумных, безобразных монстров, которых мгновенно закрывали в клетки и прятали в подземных лабораториях. Или же просто выбрасывали в канализацию подгородом. Да, вы не ослышались. В канализацию. И лишь единицы из всей этой массы выживали, оставались людьми, то есть сохраняли свой облик и разум, и получали суперсилу. Однако и тут все не так сладко, как может казаться. Новоиспеченному герою предоставляется очень крупный счет за его улучшения, которые он выплатить, разумеется, никаким образом не может. Тогда ему предлагали вступить в клуб рестлеров с суперсилой, где он сможет биться с новоиспеченными героями, такими же точно, и боями отбить свой долг. Разумеется, более 70% рестлеров это те, кого создала организация Кертиса. Но и это еще не все. Последней стадии трансформации подопытного был укол мощным наркотикам с очень сильным привыканием. Далее говорили, что ломка, которую человек будет испытывать, это результат получения суперсилы, и чтобы ее не потерять, нужно применять специальный препарат, который могут изготовить лишь сотрудники Кертиса. Ну вы понимаете. И вот мы имеем весьма мощную криминальную организацию, которая ставит эксперименты на людях, производит суперзлодеев и также доит из них деньги. Однако наличие такой организации и торговца силой, дало Марвелу определенные возможности. Таким образом были созданы такие герои, как Джонни Уокер, он же Агент США, Лемар Хоскинс, он же Батл Стар, и Шерон Вентура, она же одна из Мисс Марвел. При очередной крупной бандитской разборке за Кертисом пришли его конкуренты и чуть не убили. Единственным выходом было опробовать привить себе суперсилу по своей же методике облучения. У Кертиса реально все получилось, он действительно приобрел суперсилу. Однако, как следовало ожидать, с побочными эффектами. Его мышцы увеличились настолько сильно, что он не мог двигаться без посторонней помощи. Ему пришлось создать себе специальный летающий костюм. Но в этот момент персонаж зашел в тупик, и сценаристы просто не знали, что с ним делать. Его отложили в долгий ящик, и мы о нем ничего не слышали вплоть до 2012 года, когда узнали в комиксе «Карателя» 9 серии под номером 13, что Кертиса предположительно убил сам Каратель за страницами комикса. Подтверждения смерти или же опровержения не было. Можно предположить, что в ближайшее время мы еще увидим Кертиса, и окажется, что он жив, потому что на сегодняшний день у агента США есть сольная линейка, и «Сокол и Зимний солдат» тоже имеют свою личную линейку комиксов. Кто знает, может быть, он всплывет и там. А еще торговец силой похищал одного из племянников «Сокола». Чем не сюжет для будущих серий. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать это небольшое экспериментальное видео. Я пока не знаю, будем ли мы продолжать данный формат и знакомиться дальше с небольшими сторонними персонажами, которые появляются в сериалах и фильмах, вот в таком вот маленьком ключе. Все покажет, насколько успешным будет это видео. И вообще, интересно ли это кому-либо. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать. Как всегда, я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому видео здесь, на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Бусти. Это видео появилось именно благодаря обсуждению этой темы в нашем закрытом чатике в Телеграме, который доступен для всех подписчиков Бусти. Если вам интересно, подписывайтесь. Я буду вам за это искренне благодарен. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам. Не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.